Еще раз добрым утром, дорогие друзья! Вы на Первом Развлекательном. Вспомните детство, как часто воспитатели и родители нередко затевали для нас какие-то особые игры. На выявление коммуникационных навыков, для развития ассоциативного мышления, для аналитических способностей. Все для того, чтобы мы каким-то образом развивались и познавали этот мир. Практически ничего не изменилось, когда мы стали взрослыми. Мы точно так же играем, только порой этого не осознаем. Сегодня о играх, которые играют взрослые. Мы поговорим с нашими специалистами, которые уже не первый раз приходят к нам в гости, рассказывают о том, как нужно играть для того, чтобы выигрывать в этой жизни. Итак, дорогие друзья, прошу любить и жаловать. У меня сегодня в гостях стала Шалтова, психолог и Сергей Сичкарес, коуч, бизнес-тренер. Доброе утро! Доброе, доброе! Рада вам, рада вас поздравить. Я так понимаю, что у вас небольшой день рождения. Совсем-совсем скоро? Да, небольшой, но очень значимый. Нам исполняется два года. 16 декабря. 16 декабря. И мы будем праздновать это замечательное событие. Мы росли, и вот уже можем самостоятельно ходить и радовать других своим присутствием. Это очень здорово. День рождения всегда очень веселый и интересный праздник. Мы обязательно затронем тему того, как вы собираетесь отпраздновать это событие. А перед этим давайте подойдем к какой-то некий итог этих двух лет, которые обогащали наших людей, наверное, изменяли судьбы жизни. Давайте начнем с того, что чему за это время, каким играм вы научили людей в нашей стране? И чему благодаря этому люди научились? На данный момент у нас проводится большое количество игр. Это игры, которые направлены на улучшение жизни. Они решают разные вопросы, но направлены они на одно. Как сделать свою жизнь счастливее, эффективнее и вообще как получать больше удовольствия от себя и от своей жизни, от того, с чем встречаешься в жизни. И надо сказать, что за эти два года очень много людей узнало о том, что такое психологические трансформационные игры. И радует то, что люди приходят снова и снова с другими вопросами, решается какой-то этап жизни, проходится. Ну, жизнь так устроена, вопросы появляются всегда. И мы своими играми помогаем людям найти ответы на эти вопросы. Ну, правильно, жизнь так устроена, без кризиса нет развития, да? Совершенно верно. Скажите, а примерно хотя бы какое количество людей приходили на ваши тренинги, на вот эти вот игры? И знаете, что мне всегда интересно было? В принципе, развлечений-то не особо много в нашем городе, скажем так. Можно ли назвать это то, во что играют пришедшие к вам люди, да, и развлечением, и развитием? Ну, я это называю интеллектуальным досугом. То есть это можно воспринять как развлечение, но в любом случае под этим лежат очень серьезные вопросы, которые решаются. В игровой форме, в безопасном пространстве. Как я говорю, я могу сделать все, что хочешь в игре, и ничего мне за это не будет. Но люди находят ответы на свои вопросы. Развлечение это, ну, вся жизнь игра, мы об этом знаем, поэтому как к этому относиться? Какие самые часто задаваемые вопросы, какие самые частые проблемы, наверное, так вот, если подводить итоги, с которыми обращаются люди к вам? Если говорить об итогах, о проблемах, в принципе, у человека есть это две проблемы сейчас. Искусственный интеллект и что делать с тем огромным количеством знаний, которое свалилось на голову. Это правда. Это реально. Геймификация – это то, что один из трендов, который нужен. Дети не успевают и нормально учиться, и вузы, и все остальное, в большей степени обман. Не успевают усваивать. А усваивание навыков в игре – это тренд. Играющий гораздо легче все усваивается. Я бы говорил, и жизнь усваивается легче в игре. А не читая умные книжки или слушая тренинги, там, умных дядей. Ну, это теория, который выжит. Да, да. А если когда идет игра, когда все так несерьезно? Мне сейчас задают вопрос, Сергей Анатольевич, что это такой серьезный мужик, и в игры играешь? Потому что это эффективнее, чем тренинг. Здорово. Это вы сейчас рассказали про детей или про взрослых в том числе? Про взрослых. Конечно. И взрослым сейчас нужно будет переучиваться. Вам нужно будет переучиваться. Да я с удовольствием. И не только вы. Я с удовольствием. Ну, вы-то да. Это. Хотя телевидение – это сплошная игра. Точно, мы чем здесь занимаемся? Да, это игра. Серьезными вещами какие-нибудь. Да, это игра. Это очень много общих. Да, да, да. Самые частые проблемы, с которыми обращаются к вам люди, с какими проблемами? Так, если разделить на категории. Но одни хотят разбогатеть, другие хотят любви, счастья, третьи хотят похудеть. Вот самые-самые-самые частые. Вот вы знаете, я благодаря этой игре хочу чего? Вот у меня есть игра «Чайка появилась». Так. Летать. Летать. Да, новая. Летать. Я говорю, приходите, полетаем. Как летать по жизни. А это и счастье, это и деньги, это и любовь, это и работа, это и творчество. Это жизнь. Это жизнь. То есть наша игра не про деньги, а про жизнь. И в том числе и похудение, внешняя красота, и внутренняя красота, и гармония такая внутренняя. Знаете, будет очень интересно и здорово, если вы нашим телезрителям расскажете какой-то конкретный пример или примеры, да, того, вот пришел человек, да, и его тому же. Или остался. Вот какие проблемы конкретно? Что можно не называть им имена? Это естественно не надо, это все. Нам нужно конкретный пример. Это нельзя просто, нельзя. Ну, правильно, это этика. Вы правильно сказали, что людей интересуют, как заработать, как иметь много денег, как иметь хорошее отношение, как хорошо выглядеть, похудеть, например. Это действительно самые частые темы. И как один из примеров могу рассказать, приходила участница, играла в игру, двое он и она. На вопрос, как улучшить отношения, которые уже существуют. И в процессе игры она смогла увидеть свое проявление в отношениях, как в зеркале, как будто со стороны посмотрела на себя. И прямо на игре у нее было несколько инсайтов, что же она делала не так, а заре не да. Да. И что можно изменить в отношениях, чтобы они улучшились. И когда через какое-то время я встретила эту участницу, мы с ней встретились, она благодарила за то, что вот в игре игра ей подсказала. Ну, конечно, не игра ей подсказала, игра помогла ей увидеть. Замуж вышли, она была замужем, но отношения были в кризисе, и они перешли в новую стадию. Да, и мы очень все было... Может быть, это одна этаж, она там играла. Сергей Анатольевич, муж меня увидел. Да. Он на меня посмотрел, что ли это было? Так посмотрел. От этого наиграла. Перестала, наверное, смотреть, она пришла в игру. Как мы сделали на игре, что произошло? Но он на меня посмотрел с таким удивлением, с таким вожделением. Стало приходить домой с игривым настроением. Вот с игривым настроением, да, в том числе. Легко, легкость добавилась, то есть нет такого загруза. И в игре, кстати говоря, часто задают вопрос, очень, почти на каждой игре, откуда игра про меня это знает. Каждый игрок вытаскивает карты метафорические, попадает в те ситуации... Магия. Это магия игры. Игра-магия. Магия, да, да. Но этому есть, конечно же, научное объяснение, но мы не будем вдаваться прямо... Нет, Стала Константиновна, магия неизвестная. На самом деле, каждый человек... Не колдун не. ...каждый человек вступает в контакт со своей ситуацией. И получается, что мы все знаем, что ответы на вопросы лежат внутри нас. Так вот эти ответы, они поднимаются на поверхность, и человек начинает их считывать. То, от чего мы чаще всего думаем, то и убираем. То и убираем. Уважаемые зрители, Стала Константиновна, магистр психологии, никакой магии, никакого колдуства. Все наука. Это психология. Это вам не игрушки. Это не гадание. Игры, это вам не игрушки. Да, мы не цыгане. Это серьезные психологические методы. Итак, времени, конечно, осталось катастрофически мало, невозможно объять необъятные, и все же гангстерская вечеринка, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Кого будем бывать? Ну, так случилось, что мы... Скупу, это скуп. Рождение наше совпало с каноном, практически с каноном Нового года. Это то время замечательное, сказочное, когда можно себе позволить все. Можно поиграть, можно поэкспериментировать, а самое главное, это время хорошего настроения и веселья. И тема гангстерской вечеринки была выбрана как контакт с чем-то незримым. То, что будут делать, в общем-то, участники, они будут играть, они будут делать то, что... Вы не наиграют бандитов. Не наиграют. То, что не делает остальное население, те, кто не придут к нам на игры и будут заниматься чем-то тайным. Мы бандиты, гангстериты. Собственно говоря, то, чем занимались гангстеры. Поэтому мы выбрали такую тему. И 16 декабря мы с удовольствием будем принимать в гостях всех желающих нас поздравить и поиграть в наши игры. Будут представлены очень много игр. И вы будете гангстером? Я буду гангстером, да, я буду перевоплощаться. Это же игра, вся жизнь игра. Мы будем играть. Я про то и говорю, вся жизнь игра. Конечно, мы будем бабочкой. Это не серьезные психологини, которые сидят в полфинене. Может быть, когда-нибудь и бабочкой, но сейчас гангстерами. Это такое интересное. Такое настроение. Новый год. Ну что ж, большое спасибо, мы поздравляем вас с приближающейся датой днем рождения. Желаем процветания и преуспевания. Побольше играйте, наставляйте радости. И главное, решайте посредством этих игр проблемы тех людей, которые к вам обращаются. Спасибо. Приглашаю вас. А мы с вами побольше игры. ПСТС несет такую игру. Да, не наигралась. Это нормально. Есть куда прийти поиграть еще? Да, да, да. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо. Мы движемся дальше. И сейчас хочу предоставить слово моей коллегине Смирновой, которая расскажет кое-что очень-очень. Окей.